Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам, какой люкс, по моему мнению, не стоит своих денег. У меня так собралась достаточно внушительная кучка продукции, на которую я всегда смотрю, немножко так ёжусь внутри, думаю, блин, лучше б я, наверное, это не заказывала и не покупала. На некоторые из этих вещей я подобрала хорошие аналоги, для того, чтобы вы понимали, что не обязательно платить вот прям вот такой вот ценник для того, чтобы достичь определенного результата. А некоторая продукция тут, на мой взгляд, даже не достойна того, чтобы подбирать аналоги, потому что она просто-напросто ничего особенного из себя не представляет, и такого полно как в люксе, так и в бюджетных марках. Конечно, всё это только исключительно моё субъективное мнение, ни в коем случае не воспринимайте это как факты, но в то же время, если наши мнения иногда совпадают, и вы замечали, что мои рекомендации для вас работают, то вот, скорее всего, и здесь наши мнения совпадут, поэтому давайте приступать. Самый, самый просто разочаровывающий продукт, который ещё и с очень больным ценником, ух! Для меня это палетка от Charlotte Tilbury, которая называется Film Star Bronze and Glow, и у меня конкретно это подразделение Fair Medium, то есть от светлых до средних тонов кожи. Я не могу сказать, что эта палетка плохая по качеству, она просто настолько обычная и настолько полупрозрачные здесь вот эти вот пудры, и для того, чтобы достичь какого-то результата на моём лице, мне нужно вот так вот, вот такими вот действиями заниматься, ну, раз 5-6, наверное, потому что я не могу с одного раза набрать, нанести, растушевать как-то, как, в принципе, бы мне хотелось. В идеале я всегда люблю набирать, немножко, может быть, стряхивать кисть, наносить, и при этом, чтобы вот это средство очень легко растушевывалось и создавало такие, как полупрозрачные края, ну, то есть, в принципе, растушевывалось и не ставило пятен. Вот это же мне нужно очень долго наносить, для того, чтобы я что-то увидела на своём лице. То же самое касается и хайлайтера. Очень деликатный, ну, прям уж слишком деликатный. Мне кажется, что вот такой вот хайлайтер можно вполне взять в Essence где-нибудь или в Catrice, и тоже получить абсолютно то же самое. Что же касается этого бронзера, единственное, из-за чего он может понравиться, это из-за своего оттенка, потому что я его сравнила со всем, что есть у меня в коллекции, и я не нашла прям стопроцентное попадание, но в то же время попадание даже по свочу достаточно близко, а что касается того, как это выглядит на лице, так вообще вы здесь разницы не увидите. Вот этот бронзер можно сравнить с бронзером от Maybelline, City Bronzer. У меня это оттенок, который называется Medium Warm. У них есть еще Medium Cool, вот Medium Cool может быть даже еще лучше с Шарлоттой сравнится, потому что Medium Cool больше розовенький, вот этот немножко более бронзовый, но в то же время они и по интенсивности похожи, и по финальному нанесению тоже похожи. И что касается хайлайтера из палетки Шарлотты Тилбери, то практически идентичный хайлайтер я нашла в своей палетке L'Oreal, который называется Lovey & Glow, это подразделение 01 Warm Glow, и здесь вот этот первый хайлайтер, который самый деликатный, вот он практически идентично выглядит с Шарлоттой. Конкретно в моей коллекции косметики это огромное разочарование, потому что я считаю, что ну не стоит она просто таких денег, она реально очень дорога, это даже не люкс, это какой-то супер люкс. Абсолютно из той же оперы пудра от Hourglass, которая называется Whale Translucent Setting Powder, я взяла себе тревел-версию, как бы это неполноценная большая пудра, и я очень рада, что я так и сделала. Эту пудру все блогеры описывают как идеальную пудру для сухой кожи, потому что у нее в составе там какая-то бриллиантовая пыль, короче говоря, которая не пересушивает кожу, а которая выглядит очень красиво, очень естественно, в том числе и на сухой коже, под глазами, можно бейкинг делать с этой пудрой. Ну, как я могла бы это прокомментировать? Вы знаете, я не могу сказать, что это плохая пудра. Пудра реально одна из хороших, то есть это не такая пудра, знаете, которая там мукой выглядит, или как-то действительно там супер сухо выглядит. Послушав эти обзоры, я подумала, что это прям вообще какое-то волшебство, действительно. Но на самом деле это просто обычная хорошая пудра, скажем так. Единственное, что меня совсем слегка напрягает, это ее оттенок, потому что он еле-еле желтоватый. Если у вас очень холодная кожа, опять-таки, я бы не рисковала с этой пудрой, потому что может дать желтый какой-то блик такой, какое-то желтое пятно, особенно если вы под глаза будете наносить. И вот сколько я не пробовала разные пудры, все равно я считаю, что в плане вот такой вот рассыпчатой пудры нет ничего лучше, чем Laura Mercier Translucent. Это такая классика, которая продержалась на рынке уже очень много лет. Я не помню, сколько с момента релиза этой пудры прошло. Ну, лет 10, наверное, точно. И до сих пор эта пудра является классикой самых топовых визажистов. И даже если пробуют они что-то новое, все равно пудра от Laura Mercier у них всегда есть в наборе. Поэтому я здесь тоже согласна. Вот Laura Mercier, она какая-то просто менее привередливая и больше подходит под любые случаи жизни, под любой тип кожи. И полноценная версия по объему гораздо больше. Там вроде банки по размеру одинаковые, но в то же время по граммам Laura Mercier там просто огромнейшая. В то время как Hourglass, по-моему, там чуть-чуть больше, чем вот в этой Трайвел-версии. Если вы регулярно смотрите мои видео, то вот эту вот радость вы точно помните, потому что недавно был обзор на эту тональную основу. Это Clinique Even Better Refresh. Короче говоря, для меня это было из серии ожидания-реальность. Потому что ожидания были такие, что эта тональная основа будет хорошо увлажнять, будет подсвечивать, разглаживать морщины и так далее и тому подобное. По факту это супер плотный, матирующий, перекрывающий тон, который подчеркивает абсолютно все на лице. Я имею в виду все морщины, заваливаются все морщины, трескается на лице. Очень некрасиво выглядит, я не знаю, как после нанесения, так и на протяжении дня. Единственное, что могу сказать, что с текстурой неплохо работает. То есть, если нужно порой сгладить, то порой немножко так сглаживает и, в принципе, симпатично выглядит. В этом обзоре я получила несколько комментариев, что у тех, у кого жирная кожа, для тех это неплохо работает. Вполне может быть. На жирной коже я не тестировала. И я придерживаюсь все равно своей точки зрения, что вот этот тон ни в коем случае нельзя покупать, вот просто вот так вот зайдя в магазин и купив. Лучше возьмите пробник или там отлейте из тестера себе немножко в маленькую баночку, придите домой, потестируйте это на лице. Ну, я за нее ручаться не могу. Мне она просто настолько сильно не понравилась, что я не могу ее с легкой душой посоветовать даже для жирной кожи. Короче говоря, не буду сейчас слишком долго на ней останавливаться, потому что, если вам интересно посмотреть прям все красоты этой тональной основы, то переходите под буквочкой I, будет ссылка на это видео с обзором. Там я, кстати, в том видео предлагаю на нее три аналога, и, как мне кажется, каждый из них гораздо лучше, чем клиник. Еще один тон, который стал для меня разочарованием, это тон от Fenty Beauty. Вообще, весь хайп вокруг этого бренда для меня не совсем понятен. Опять-таки, я не могу сказать, что этот тон отвратительный, что он плохой, ужасный и так далее. Это действительно неплохой тон для жирной кожи, когда нужно, чтобы и стойкость была хорошая, и в то же время, знаете, вы нанесли, и вы вот как будто нанесли новое лицо. Все абсолютно перекрывается, все сглажено, такой эффект фотошопа, бархатный финиш. На моей коже это очень сухо выглядит, вернее, не то чтобы выглядит, выглядит в принципе нормально, но ощущается очень тяжело и очень плотно на лице это ощущается. Все бы ничего, если бы не проблемы с заказом этого тона, потому что у нас он официально не продается, то есть это нужно заказывать либо на официальном сайте Fenty Beauty, у них есть международная доставка, но очень дорогая, или заказывать через посредников, например, таких как мой Simple.com.ua, но, короче говоря, доставлять откуда-то из Sephora или других зарубежных интернет-магазинов. Недавно мне попался вот этот вот тон от Art Deco Perfect Tain Foundation, я тоже на него недавно делала обзор, вот это просто абсолютно то же самое, что Fenty. И не просто по финишу и по тому, как оно выглядит, или как держится на протяжении дня, это просто тупо то же самое. Я в том видео сравнивала ингредиенты, и они практически, вот на 95% они полностью совпадают, причем в том же порядке. Поэтому, если вам интересно, вы можете посмотреть обзор на Art Deco, опять-таки под буквочкой А я его оставлю. Причем Art Deco гораздо проще купить, Art Deco стоит дешевле. Единственное, я вас хочу предупредить, это то, о чем я не сказала в своем обзоре, как-то выпало это из моего поля зрения, здесь всего 20 мл. То есть, не долили они здесь 10 мл. Мне лучше все-таки вложить немножко меньше денег, пускай я получу меньше объем, но у меня тон не улетает, вот так вот, знаете, там за месяц. Если вы хотели попробовать Fenty по более бюджетной и доступной цене, попробуйте сначала Art Deco, я уверена, что он вас не разочарует, или просто купите его вместо Fenty, и вы поймете, что это одно и то же. Единственное, чем выигрывает Fenty, на мой взгляд, это оттенками, потому что оттенков там миллион, и можно подобрать разный подтон, разные там светлые оттенки и темные есть, от супер молочных там белых прям, и до супер-супер-супер темных. Ну и давайте еще проедусь по Fenty, хайлайтеры мне тоже не нравятся у Fenty, у меня конкретно это двушка, и оттенки называются Mean Money и Hustle Baby. Вот постарайтесь угадать, сколько раз я пользовалась этим хайлайтером, вот как вы думаете. Подсказочка, пальцев на одной руке мне хватит точно для того, чтобы пересчитать количество раз, которые этот хайлайтер был у меня на лице. Все остальные разы я его просто свочила для видео, когда с чем-то сравнивала. Это слишком золотые оттенки для моего тона кожи, и даже учитывая, что я в принципе люблю такие оттенки, но вот это прям слишком насыщенное какое-то такое золото, которое видно на лице. То есть хайлайтер, мне кажется, не должно быть видно именно оттенок, хайлайтер просто должен создавать определенное свечение. Вот этот видно по оттенку именно на лице. Опять-таки покажу вам сейчас палетку L'Oreal, вот это абсолютно то же самое. Здесь вот эти два оттенка практически идентичны вот этим хайлайтерам от Fenty. И здесь абсолютно такой же принцип. Вот этот более деликатный, такой мягкий хайлайтер, который эффект свечения создает, а вот этот супер металлический, насыщенный, но в то же время и один, и второй я могу нанести на лицо, и это будет именно выглядеть как хайлайтер, а не как какое-то золотое или металлическое пятно. А вот этот бронзер от Art Deco, бронзер, ввел меня в абсолютное заблуждение, потому что, на мой взгляд, это вообще, ну просто ни разу не бронзер. Это очень-очень полупрозрачная текстура, которая абсолютно на лице не выглядит как бронзер. Максимум это можно использовать как топпер для бронзера, для того, чтобы создать эффект свечения, наверное, вашему бронзеру, хотя не знаю, кому это нужно и кому нужно отдельный продукт для этого покупать. Но если вдруг вам нужно, то вот, это то, что вы получите. Вообще, в моих глазах это хайлайтер, но, опять-таки, хайлайтер достаточно темный, и да, на средних тонах кожи по типу Латинская Америка это будет очень красиво выглядеть, потому что это именно тот оттенок, который красиво будет выглядеть хайлайтером на их коже. Да, можно очень-очень деликатно его нанести, и будет, в принципе, эффект хайлайтера. Но, опять-таки, зачем платить такие деньги для того, чтобы очень деликатно наносить, как-то растушевывать, подстраиваться под него, играться с ним. Как по мне, люкс это должен быть полностью приятный опыт использования, начиная от упаковки, заканчивая нанесением, стойкостью на протяжении дня. То есть у вас не должно возникать вообще никаких ни трудностей, ни вопросов, просто все должно красиво работать, еще и красиво выглядеть как внешне, так и на вашем лице. И последний бренд, по которому я хочу пройтись, потому что мне кажется, что этот бренд не совсем адаптирован под наши более светлые тона кожи, и это французский бренд Orlan. Здесь у меня тонирующий флюид и также хайлайтер в стике кремовый, и ни один из этих продуктов мне не понравился. Вот хайлайтер мне просто не понравился, потому что он сухой какой-то, как для кремового продукта. Оттенок очень красивый, вот здесь к оттенку я не могу придраться, если бы здесь и качество было классное, вот я уверена, я бы им пользовалась чуть ли не каждый день. Но он очень сухой, и в нем даже ощущаются вот эти вот блестки, когда начинаешь его вот так вот пробовать, его текстуру, он даже такой слегка, знаете, как с песком, потому что в нем ощущается вот этот микрошиммер, и на скуле эта текстура тоже разрушает абсолютно все, что вы наносили до него. А вот эта радость меня просто поразила своим оттенком. Я специально взяла самый светлый оттенок, это 01 оттенок, и это просто супер темный оттенок. То есть бывают, да, такие оттенки, знаете, не совсем подходящие под светлые тона, даже первый оттенок может быть, ну, чуть более там желтоват, или чуть более там, я не знаю, розоват, или что-то еще. Но вот чтобы он был вот таким вот бронзовым, ну вот реально для меня это оттенок, я не знаю, автозагара, наверное. Это даже не двойка и даже не тройка, а, наверное, четверка в нашем с вами понимании. Причем, опять-таки, очень обидно, потому что вообще по качеству этот тон очень классный. Он абсолютно незаметно растушевывается на лице, создает эффект второй кожи, и вот очень красиво выглядит, держится на протяжении дня тоже очень прилично, но из-за того, что оттенок не мой, часто я вижу какие-то пятна на лице, или мне его нужно прям с головы до ног наносить, для того, чтобы это как-то естественно выглядело. Короче говоря, вот с французами нам надо быть осторожными, потому что французские марки часто этим грешат. Та же самая проблема у них и с бронзерами. Бронзеры очень часто у французских марок прям откровенно оранжевые. В общем-то, к сожалению, да, это тоже стало моим разочарованием. На этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, и в первую очередь было для вас полезным. Обязательно напишите мне в комментариях, какой продукт у вас вызвал наибольшее разочарование. Может быть, вы потратили очень много денег на это, а может быть, вы ожидали одно, получили другое. В общем-то, пишите обязательно, что не понравилось, почему не понравилось. Мне кажется, что это будет отличным дополнением к этому видео. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, можете сейчас вот глянуть. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.